МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К нам еще не пришел тайский мальчик. Что, принесли какую-то штуку? Походу, сегодня будет весело. Субтитры делал DimaTorzok Молодец. И ножками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Итак, ребят, к нам приехали гости. Поздоровайся, гости. Представьтесь, пожалуйста. Привет! Меня зовут Тайша. Мы приехали не с пустыми руками, но приехали с манго. Два вида манго. Манго местное, которое в Таиланде вырастает на Самуи прямо. Оно такого вкуса, как бразильское. И манго наша любимая, которая вот желтая, вот манго. Ну и также, конечно, драконий фрукт. Это плод кактуса. Я ни разу не видела, как он растет. Очень хочу это увидеть. Но, к сожалению, пока так и не удалось. Ну и бана. Все сделаем красивенько. И будем наслаждаться. А еще мы сегодня едем на фуммун-пати. Тут на острове Банган есть ученики. Ни разу там не были. Говорят, это ужасно. Пойдем проверим. Приятного аппетита. А мальчишки там сидят, общаются. Супчики кушают. Эрик уже после трех помывок, где он там опять чумазый. Весь в песке. Помаши ручкой, тебя снимает нескрытая камера. Все, поехали, поехали. Кому нужен байк? Скоро мы их раздавать начнем. Слишком много дел у нас дома накопилось. Плюс суп закончился. Нужно было готовить первое, второе. И Олежка сегодня еще салат приготовил. А сейчас мне что-то очень жутко захотелось печенье. А, блин, как приготовить глазурь, я не знаю. У меня же нет блендера. И хотелось бы какой-нибудь крем. Но венчиком я чувствую, я просто с ума сойду. Это все делать. Плюс у меня нет сахарной пудры. А у меня именно сахар. Его нужно как-то размельчить. В общем, я чувствую, придумала я себе заморочку. Сегодня еще спросили по поводу садика. И женщина рассказала то, что... Вот, друга Эрика. Что здесь все-таки есть на Таллингнаме садик. И вроде как он не такой уж и дорогой. Так что будем узнавать еще точнее. Надо будет сразу ехать туда в ближайшие дни. И посмотрим. Возможно, ближе к визе мы будем решать этот вопрос. Сейчас, конечно, очень сложно о чем-то говорить заранее. Потому что, блин, садик это такая история. Не из дешевых. Плюс нужно думать, будет ли опекунская виза. Или мне делать все-таки студенческую. Я читаю книжку. После того, как нам поставили лавочку, Олега вообще как будто подменили. Он постоянно читает книжки. Удобно. Прохладно. Винтилятор вон будет. Мух отгоняет. Чуть читаешь. Хорошо. Как всегда, фантастику? Да. Что на этот раз? Серию книг девятый называется. Про засланцев. В общем, стараюсь на сковородке сделать имбирное печенье. Пока получается. Очень вкусно причем. Тебе понравилось печенье? Да, очень вкусно. Причем справились без соды. Да, печенье без печенья. Ну да. Нету денежек. Завтра, малыш. Нет, не бабочка. Не бабочка. Завтра. Не бабочка. Не бабочка. Тебе даже на бензин денег не оперит. Даже на бензин денег нет. Почему? Потому что закончились. Не бабочка. Завтра. Нет, не бабочка. Борода, это усы, на носу нет бороды. Борода, это усы, на носу нет бороды. Борода, это усы, на носу нет бороды. Короче, это игрушка, которую подарили сегодня Эрику. Она одна из самых популярных в Таиланде. Она, кстати, стоит вообще копейки, по-моему, на 100 бат, рублей 200. А сколько счастья у детей, я даже описать не могу. На видео видно то, что малая уже с этой игрушкой хорошо знакома. Прямо ее так калашматит нормально. И прям нога такая прямая. То есть, видимо, это в них или в крови, или все-таки они часто видят, как занимаются тайцы, взрослые тайцы. Так, по поводу Эрика. Короче, у нас дурдом. Я хочу кушать на дурдом. Ты хочешь суп? Нет, нет, нет. Короче, отобрали у него все игрушки. Отобрали у него все игрушки. Да. Теперь их не даем. Не даем. Пока он не начнет сам кушать. Нет. А то не пойдет в садик. Сегодня на видео показывала, как в садике детки кушают, как они играют, как они хлопают ладошки. Да. Это не тебе, это мама. Да? Да. Тебе понравилось, как в садике ладошки хлопают? Да. И поют, детки. Ну, куда пойдем? В садик хочешь? Там далеко. Ты в садик хочешь? Да. Там далеко в садик. И что? Каждый день будешь ходить, играть с девочками и мальчиками. Эрик, они много чего кричат? Ты в садик хочешь? Тебе спрашивают? Про крюси, да. А мама кричит? Цикады тоже кричат. Кря. Кря. Суп будешь? Нет, понял. Почему? Я не могу. Эрик, надо кушать. Или в садик ты не пойдешь. Там тебя никто кормить не будет. Ты это понимаешь? Руки изо рта в дыре. Тебя никто кормить там не будет. Короче, папа сегодня с ним прям очень строго. Прям ругался, ругался. А еще мы заметили, что у нас пропала куча игрушек. Мы не знаем, куда они делись. Не знаем, куда они делись, куда они пропадают, непонятно. Конечно, кучу переломали уже за это время, пока мы на СМИ. Но все равно их было огромное количество. Мы везли только из России полтора чемодана. Сколько мы здесь напокупали, и игрушек нет. У нас, походу, кто-нибудь тут живет. Наверное, это барабашка. Это не смешно. Мы ему говорим, верни, верни. Чего-то пока не возвращают. Уже неделю заметили, что игрушек вообще, ну, минимальное количество осталось. В основном те, которые купили в Севене. Я пересматриваю видео, которое снимали мы в Паттайе. И вижу, что пропали в основном маленькие машинки. Автобусы, троллейбусы, в принципе, на месте. А маленькие машинки, причем в огромном количестве, куда-то испарились. Непонятно вообще, куда они исчезают. И еще я написала впервые за все время, сколько мы в Таиланде, можно так сказать, сценарий. А если быть точнее, я хочу рассказать, сколько приблизительно денег мы потратили в Тае, находясь здесь. И даже сравнил Паттайю с Самуи. Вчера я написала этот список полностью. Надо пойти куда-нибудь на пляж, наверное, и спокойно записать, чтобы мне не мешали вообще никто. Мне нужна тишина и спокойствие.